Улица позвала рестораторов Улица позвала рестораторов В 2019 году они могут сформировать половину рынка стрит-ритейла газета «Коммерсант номер 224» от 5 декабря 2018 года, СТР. 10 замедлившийся ввод торговых центров и прошедшая реконструкция центральной части Москвы заставляют рестораторов все чаще открывать новые заведения в помещениях стрит-ритейла. Уже в следующем году они могут стать основными арендаторами таких объектов, сформировав половину спроса. В столице уже оформились целые гастрономические кварталы, а в наиболее популярных локациях рестораторы начали сталкиваться с нехваткой площадей. Доля рестораторов в структуре арендаторов помещений стрит-ритейла в 2019 году может вырасти на 10% пунктов, суммарно заведения общепита могут сформировать 50% рынка. Такие прогнозы в своем исследовании делают аналитики. Хотя ресторанный рынок развивается очень активно, его взрывной рост сдерживает сформировавшийся высокий уровень внутренней конкуренции между заведениями, указывают консультанты. Руководитель аналитики торговой и складской недвижимости. JLL Оксана Копылова также называет рестораторов самыми активными арендаторами помещений стрит-ритейла в 2018 году, суммарно они сформировали 45% спроса. Позитивная динамика и имеющиеся у нас запросы на поиск помещений под рестораны дают основания ожидать дальнейшего роста показателя, указывает она. Свой интерес к стрит-ритейлу подтверждают и сами участники рынка общепита. Президент Россинтер-ресторанс-холдинг Сергей Зайцев выделяет для этого две основные причины. Во-первых, в Москве существенно замедлился ввод торг-центров. Во-вторых, трафик многих центральных улиц вырос после проведенной реконструкции. Владельцы помещений стрит-ритейла тоже почувствовали тренд возвращения ресторанов на улицы, поэтому арендные ставки сегодня завышены, замечает он. Аркадий Новиков, владелец В апреле 2017 года. Когда я открываю ресторан, я считаю, что каждая палатка с пирожками является моим конкурентом. Уверены, в окрестностях Камергерского переулка Москвы уже сложится целый гастрономический квартал. Заведения общепита здесь занимают 85% помещений стрит-ритейла. На второе место они ставят Климентовский переулок, где рестораторы формируют 75% арендаторов, на третьем рождественком – 72%. Оксана Копылова называет наиболее ресторанными улицами Моросейку, Покровку, Пятницкую и Мясницкую. Здесь рестораторы занимают 40% помещений стрит-ритейла. Ведущий консультант Департамента торговой недвижимости Марьяна Матуева называет наиболее востребованными среди рестораторов центральные и пешеходные улицы с возможностью парковки, включая Патриаршие пруды, Большую Грузинскую, Новослободскую. При подборе помещения на популярных торговых улицах рестораторы уже сталкиваются с определенными сложностями. Управляющий партнер Николай Казанский объясняет, что в этом году 52% новых заведений заняли площадки закрывшихся ресторанов. Тенденция сохранится, и это естественно. Уровень вакантности в сегменте стрит-ритейла в Москве сейчас не превышает 5%, поясняет эксперт. Николай Казанский рассказывает, что 60% открытий ресторанов и кафе в центре в этом году пришлось на кофейне. Еще 24% сформировали бары, 5% бургерные. По словам эксперта рынка фудсервиса НПД Марины Лапенковой, по итогам первых 10 месяцев 2018 года посещаемость московских кафеен выросла на 10% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Суммарное число визитов в заведения с небольшим средним чеком, 328 рубль, выросло на 7%. Но в деньгах во всех этих сегментах мы роста не фиксируем, то есть потребители готовы ходить в заведения чаще, но тратят при этом меньше, поясняет госпожа Лапенкова. С точки зрения гастрономических концепций, по наблюдениям. В Москве в этом году лидируют мясные рестораны. На их долю приходится 20% существующих заведений общепита в центральной части города. На втором месте заведения, ориентированные на блюда из рыбы и итальянские блюда, они формируют по 8% рынка. Доля ресторанов авторской кухни составляет 7%, русской 5%. Александра Мерцалова, Екатерина Герасченко Редактор субтитров А.Семкин